25 февраля прямой эфир на ютубе был слава богу слава иисусу христу нашему господу богу спасителю и ни в ком другом нет спасения ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись братья и сестры всех приветствую вас благоставляю именем христа иисуса именем господнем из города киева с нашей киевской архиепископии и сегодня утром у нас молитва сейчас 6 утра по киевскому времени 7 часов утра по московскому и приветствую всех кто подключился подключается на моем этом канале ютуба во имя иисуса христа приветствую свою семью сейчас этим утром добрым свою супругу драгоценную ину сергеевну приветствую детейшек наших анастасию и николая серафима и татьяну сережу и ину благоставляю во имя христа иисуса благоставляю зятя своего михаила внука нашего благоста антона благоставляю во имя иисуса христа вас дорогие друзья подключающихся сегодня этим утром на ютубе здесь на канале на этой утренней молитве и пусть господь благоставит всех читаю из евангелия от иоанна 9 глава господи благостави нас написано здесь следующее и проходя иисус проходил и написано увидел человека слепого от рождения то есть он обратил внимание свое на этого человека почему все дальше так вот и произошло написано ученики его спросили у него то есть увидел можно увидеть по-разному он просто бегло а можно увидеть так что даже ученики стали расспрашивать его и вот он увидел так что даже ученики стали его за расспрашивать равви то есть учитель раввин кто согрешил он или родители его что родился слепым знаете вот вопрос такой чисто человеческий знаете ли за что ему так в жизни вообще не повезло мы все рождаемся по-разному на этой земле на этой земле мы не выбираем ну как считается да вот место рождения кто-то из нас родился в бедной семье кто-то в богатой кто-то в бедной стране кто-то богатый в развитый кто-то в стране третьего мира кто-то в стране там второго мира кто эти миры делит делят наука как-то делит вот кто-то родился красивым с точки зрения общественных там какие-то там воззрений кто-то родился некрасивым в понимании вот этого мира кто-то родился умным да кто-то родился не умным кто-то родился талантливым одаренным много талантов а у кого-то и талантов то кажется то и нету кто-то родился таким кто-то сяким кто-то родился а в одной нации другой в другой нации в одной в одной культуре богатой тысячелетней культуре или в новой культуре вот в народе древним древнейшим или в народе сравнительно молодом, по-разному мы рождаемся, знаете ли, и вот здесь вот тайна, соприкосновение с этой тайной, в очередной раз в Библии, соприкосновение с тайной рождения, и вот в Новом Завете здесь говорится о вопросе учеников, знаете ли, и сегодня у людей куча вопросов, уйма вопросов, почему, за что, как так родился, да вообще лучше бы не родился, или как-то еще, вот слова Иисуса, не согрешил ни он, ни родитель его, вообще здесь, знаете ли, тайна бытия, или предбытия, как мы, не знаем, короче, лучше здесь просто помолчать действительно о тайне, вот кто согрешил, кто не согрешил, вот давайте дальше прочтем, ответ Иисуса, собственно, его на все, на все наши вот эти почемучки, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи, явились дела Божьи, дамы и господа, братья и сестры, вот это ответ, который действительно царский ответ, Божий ответ, божеский, нашего царя, царей, Господи, спасибо Тебе, Боже, спасибо за все, спасибо, что я родился на этот свет, для того, чтобы явились дела Твои, божеские дела, божьи дела, святые дела, Боже, спасибо, Господи, И каждый из нас, дамы и господа, братья и сестры, родился, неважно в каком народе, в какой социальной прослойке, с какими талантами или отсутствием таковых, с какими другими данными, не то важно, вообще-то не важно, важно следующее, важно то, что Машир сказал, то, что Христос сказал, то, что Сам Бог проговорил здесь нам, чтобы на нас явились дела Божьи, в нашей судьбе явились дела Божьи, в нашей судьбе, сюда, в Киев, приезжал как-то человек, но он в других странах бывал, тоже по всему миру, наверное, уже бывал, который родился вообще без рук, без ног, туловище и голова и какие-то маленькие отростки. Знаете ли, чисто по-человечески страшно, я думаю, что многие люди, у него на родине, он, по-моему, с Австралии, да, значит, я думаю, что многие люди, видя вот это безобразие в человеческом понимании, убожества в нашем человеческом, порой, языке, я знаю тебе, вот, наверное, думают и думали не раз, задавали вопрос, за что им мы так, кто согрешил, он или родители его, что он родился таким образом, вот, я думаю, родители тоже, действительно, тоже задавались вопросом, может, мы согрешили, в чем? О, Боже, Боже, Боже святой, все, действительно, для того, чтобы явились дела Божьи, Божьи святые дела в наших судьбах, в нашей жизни, Божьи святые дела. И тот человек, что родился без рук, без ног, сегодня он ездит по всему миру и славит Христа, славит Бога, Дела Божьи уже являются в его жизни. Спасибо, Господи, спасибо. Пусть в наших судьбах не дела дьявола, не дела заданы проявляются, но дела Божьи. Во имя Иисуса Христа пусть наши сердца будут открыты для Царства Света, будут открыты для жизни вечной, для Христа Иисуса. И вот в судьбе того бедолаги, слепого от рождения человека, я помню, как моя мама рассказывала, она не была слепа, она всю жизнь видела, но под конец жизни у нее стала с глазами проблема большая, и она очень плохо стала видеть. И вот готовили к операции, и до этого ее глаза были закрыты. Я не помню всей этой процедуры, но она целый день была в этой повязке в больнице, и ничего не видела, целый день, понятно. Ей чем-то там закапывали, чем-то глаза там. А потом сняли повязку, и она потом плакала, говорила, что я один день только была без зрения, вот так вот в этих повязках, и поняла, как это страшно не видеть. И благодарила Бога, что я вижу. Вы знаете, а тот человек вообще слепой от рождения самого. И вот Иисус сказал, что на нем явились дела Божьи. И вот дальше Иисус сказал, «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе и есть день». О, Боже! Иисус, спасибо! Вот дальше говорит, приходит ночь, когда никто не может делать. «Для Иисуса, для Бога то время, когда нет чудес, знамений – это время тьмы, это время ночи. Для Иисуса, для Бога нашего, то время, когда чудеса, знамения совершаются, исцеление, освобождение от бесов, чудеса, для Него – это время света, время дня. А время и деяния нашей судьбы, когда нет всего этого чудес, знамений – это время тьмы, время ночи. Иисус, Он сказал дальше, «Доколе Я в мире, Я свет миру!» А Он действительно есть свет. Дамы и господа, братья и сестры, пропитываемся этим светом, погружаемся в этот свет, Божий свет, чудеса, знамения. Доколея – это естественная жизнь человека, живящего во свете. Это естество божеское. Бог не может иначе. Да вообще, по сути, вот эти чудеса, сверхъестественные, то, что для нашего мира – это сверхъестественное, это ничего не сверхъестественное. Это естественное. Это в Божьем мире, в святом, в настоящем, в правдочном мире это естественно. Это в нашем исковерканном, опохабленном, в пошлом мире, лежащем во зле, это все является как бы сверхъестественным, неестественным, противоестественным. Как я помню тот раз в 2003 году, когда еще впервые в жизни моей было воскрешение из мертвого в моем служении, и мальчик был мертв, я жил, потом он был с ранами, несовместимыми с жизнью, но буквально за 10-15 минут все исцелилось вообще. Но я об этом рассказываю подробно, я сейчас не о том даже, есть мои свидетельства об этом. Но я к тому, что врач, тот самый врач, что забирал с места происшествия, говорил, сказал, что мы не довезем его до больницы, рано несовместимой жизни. Он не видел воскрешение из мертвого, он видел уже воскресшего мертвого, но поломанного. Сзади голова была расколута, как арбуз переспелый, трескается, и вот эти мозги были видны. И врач сказал, что мы не довезем его до больницы. И тот же самый врач, который через 10-15 минут после того, как забрали с места происшествия, выгружали мальчика совершенно здоровым, все заросло, срослось, как будто не ломалось никогда вообще в жизни. Вот даже когда мы кровь смыли, ни слюнячка, ни царапинки, ничегошеньки, врач сказал, это не была массовая галлюцинация, это чертовщина какая-то. Представляете, с больной головы на здоровую этот мир готов Божье объявить чертовым, объявить божественное бесовским. Даже на Иисуса такое говорили, который сам весь есть этот свет. Так что же говорить вообще? Так вот в этом мире это все противоестественно считается, сверхъестественно, надприродно, но в Божьем мире это естественно, это настоящее, это правдошное. В этом мире считается неестественным, восхищается альтруизм, когда человек забывает о себе, он другим помогает. А в Божьем мире это естественно считается, это нормально. И наоборот, в этом мире считается естественным, когда под себя гребет человек и только о себе думает, эгоизм считается естественным состоянием. Представляете, в этом мире все извращено вообще, в Божеском мире это неестественно, это извращение. Вот и дальше Иисус сказал, доколе я в мире, я свет миру. Спасибо, Господи, спасибо. Я скажу лишь одно, братья, по этому поводу, что в собрании будут проповедовать сегодня об этом, но вообще скажу одно на эту тему, что Иисус с нами во все дни и до скончания века. Сегодня Он здесь с нами. Дальше Он поступил следующим образом. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал Ему, пойди умойся в купальне Силуам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. Спасибо. Он пришел зрячим, друзья. Он ушел слепым еще. Он пошел помыться, умыться еще слепым, но вернулся уже зрячим. И после этого кто-то еще может сказать, что Иисус это не свет миру. Он действительно свет миру. Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо. Возьмите немного хлеба, немного вина или вот плод виноградной лозы и сок виноградного в данном случае. Немного просто. Просто у меня даже не осталось ничего здесь, ни мацы нет, ничего. Просто потом порезал. Не то важно, какого качества. Если у вас нет белого хлеба, возьмите черный хлебушек, сухарик, сухарик, что угодно. Вот. Мои дети причащались. Одна же здесь вот мы жили, когда снимали неподалеку здесь квартиру. Вот. Сейчас на Киото там мы на Андре и Малышке там жили. Где? Черниговское метро. Там дети причащались. Пряники и молоко. Знаете, до сих пор помню. Пряники и молоко. Но это было действительно телом и кровью Христа. Это действительно было причастие. Налейте просто воды, если нет у вас ничего. Просто воды налейте. Положите кусочек хлебушка. Помолитесь. Скажите со мной вместе. Господь Иисус, спасибо. Ты есть свет этому миру. Ты есть мой свет. Свет моей жизни. Свет. И нет в тебе никакой тьмы. Ничего плохого. Только хорошее. Ничего дурного. Только прекрасное. В тебе исцеление. Нет ночи. В тебе есть день. В тебе есть день. В тебе нет ночи. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя за кровь. Благодарю тебя за тело ломимое. Спасибо за все. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя за воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. За все я благодарю. И вместе поем. Давайте, друзья. Благодарим тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус, благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим. За все мы благодарим. За Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим. Благодарю тебя за воскресенье твое, за победу твою. Благословен Бог наш, Царь Вселенная, давший нам хлеб из земли и давший нам плод виноградной лозы. Благословен Бог наш, Твоя от Твоих, Тебе приносяща, о всех и за вся. Благодарим тебя, Тебя воспеваем, Тебя благодарим за все, Господи, Боже наш, молимся Тебе, Господи, Боже наш, и сотвори, Господи, хлеб сей, честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чашу сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь. Святою святым. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Упаси нас Господь быть спорщиками. Упаси нас Господь быть религиозниками. Продолжение следует... 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 Благослови Господь всех Боже, братья, сестер Их собрания Какие будут сегодня У кого есть собрания сегодня Благослови Господь Боже Прибудь с народом Твоим И пусть наши собрания Как и наши судьбы Не будут ночью Не будут тьмою Не будут ночью Но будут светом Да будет свет Да уйдет ночь Время тьмы прошло Время пения настало Голубица чистая Время пения настало Голубица чистая Вот он идет Господь грядет Мой возлюбленный Грядет Вот он идет Господь грядет Бог Израиля идет Мой возлюбленный Прекрасен Краше тысячи других Вид его подобен Кедру На подножьях Золотых Вот он идет Вот он идет Господь грядет Время пения Время пения настало Время света Закончилось Время тьмы В моей жизни Точно Спасибо Господь За братьев Сестер За тех Кто подключился К этой трансляции Этой утренней молитве Благослови нас Распусти с миром Сейчас И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общения Святаго Духа Пребудет со всеми нами Аминь Благословляю вас Благословением Священническим Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе Мир Благослови Гамашиах Иешуа Машихейнум Во имя Иисуса Христа Мессии Пусть Бог Аврама Исаака Иакова Отец наш Сущий На небесах Да святится Имя Его Благослови Сегодня всех нас Пусть Бог Благословит Весь народ Свой Миром Боже Благослови Господь Израиля Благослови Сегодня Иерусалим Столицу Еврейского Государства Благослови Сегодня всех Евреев И здесь в Киеве В России Всех находящихся И Тех кто уже в земле Обитованный В Израиле Благослови Сегодня Киев Благослови Сегодня Украину Во имя Иисуса Христа Благослови Сегодня Во имя Иисуса Во скорейшее Воздоровление Аминь 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 Да Присоединяюсь К этим молитвам Присоединяюсь К этим молитвам О выздоровлении Об исцелении Сейчас Роман За Романа Да Во имя Иисуса Христа Роман Тьма уходит Свет приходит Ночь Закончилась День настал Свет настал И Вот В кисти руки Тьма ушла Ночь ушла День День Все Да будет свет Да будет свет Да будет свет В наших телах Да будет свет В наших судьбах Да будет свет В нашем бизнесе В нашей работе Да будет свет В наших семьях В наших домах Даже если на эту землю опускается тьма, свет от этого не исчезает, наоборот, он разгоняет всякую тьму, этот свет становится еще и еще ярче. Слава Господу Богу Всемогущему, во имя Иисуса Христа, благостави, да будет свет, да будет свет, да будет свет в вашей жизни, да будет свет всегда. Аминь, 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 аминь. Благоставляю, во имя Иисуса Христа, аминь. Ну что, друзья, уже по киевскому времени, уже пол седьмого, уже пора выдвигаться, уже ехать туда на служение. Начало у нас в девять утра собрание, вот сейчас там помолимся еще, вот уже на Кловской, вот и пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья, во имя Иисуса, благоставляю. Аллилуйя, Аллилуйя.